Адисабаба. Классика для детей. Новое платье короля. Давным-давно в далёком королевстве жил один высокомерный и тщеславный король. Он обожал наряжаться и тратил все деньги из королевской казны на роскошные наряды. Поэтому он всегда выглядел восхитительно. Большую часть времени король проводил перед зеркалом, примеряя новые одежды. Как я выгляжу, господин главный портной? Мне идёт? Конечно же, Ваше Величество. Что бы вы ни надели, вам идёт абсолютно всё. Владения короля были прекрасным местом. На рынках продавались пёстрые сувениры, всевозможные ткани и изделия. В один из дней в королевстве появились два мошенника. Они представились ткачами, производящими лучшие ткани в мире. Конечно же, они знали о страсти короля к новомодным нарядам. Мошенники пустили на рынки слух о том, что одежда из тканей, которые они производят, уникальна и невероятна. Она не видна круглым дуракам и тем, кто сидит не на своём месте. Конечно же, король сразу услышал этот слух. Удивительно, удивительно. Если я надену эту одежду, я сразу смогу определить, кто из моих придворных действительно заслуживает своего титула. К тому же я смогу различать умных и глупых. Немедленно позовите этих ткачей. Так лжеткачи предстали перед лицом короля. Я хочу, чтобы вы сшили для меня великолепное платье из той самой уникальной ткани, которая у вас есть. Если оно мне понравится, я заплачу вам больше, чем вы просите. Но если нет... Не волнуйтесь, Ваше Величество, мы сошьём для вас лучший наряд. В нём вы ослепите своим великолепием всех вокруг. Ваше Величество, хотите ли вы выбрать цвет или предоставите это нам? Э, выберите сами и начните работу немедленно. Ваши первоначальные расходы будут оплачены сейчас же. Ткачи немедленно обустроили мастерскую и начали трудиться, не покладая рук. Однако в мастерской ничего не было видно. Они попросили слуг купить золотые нитки, лучшие шелка и самые роскошные из украшений. Но всем полученным они набили свои сумки и продолжили работать допоздна на пустом ткацком станке. Королю было очень любопытно увидеть, как продвигается работа у ткачей. Но он помнил, что дураки и те, кто сидит не на своём месте, не увидят наряда. И боялся, что он один из них. Хм, вообще-то мне не о чем беспокоиться. Нужно просто отправить туда своего самого доверенного министра. Он очень мудр. Это мой лучший министр. Итак, благородный и честный министр наведался в мастерскую, где за пустым ткацким станком трудились мошенники. Каково же было его удивление, когда он абсолютно ничего не увидел. Министр никому не мог сказать о том, что ничего не видит. А мошенники тем временем предложили ему подойти ближе. Скажите, сэр, видели вы когда-нибудь столь изысканный крой и столь восхитительные цвета? Я хочу быть честен с вами. Вообще-то я никогда прежде не видел более роскошного кроя и цветов. Наряд великолепен. Он восхитит нашего короля. Сказав все это, министр подумал про себя. Я или глуп, или недостоин быть министром короля. С такими безрадостными мыслями он покинул мастерскую, не сказав больше ни слова. Король же с нетерпением ждал отзыва своего министра о платье. Министр же не замедлил уверить короля в том, что платье было восхитительным. И особенно прекрасен был его крой и цвета тканей. Король был счастлив. На этот раз ткачи попросили еще больше золотых нитей и шелка, которые они, конечно же, сложили в свои сумки. На ткацком станке по-прежнему не было нитей, но ткачи не переставали трудиться. Через некоторое время король послал своего второго доверенного министра, чтобы тот проверил, как продвигается пошив платья. Второй министр также внимательно осматривал пустую комнату, но не мог увидеть абсолютно ничего. Чудесная ткань, не правда ли? Министр глубоко задумался. Я точно не глупец. Возможно, все дело в том, что я не подхожу к своей должности. Это плохо, но никто не должен об этом знать. Вернувшись к королю, второй министр начал также хвалить платье, которого не смог увидеть. Он сказал, что был загибнотизирован красотой цвета и кроя. Король, в свою очередь, был счастлив слышать это и не мог дождаться, когда увидит наряд. Все в королевстве только и говорили о волшебной ткани. Все знали, что увидеть ее могут только умники. В конце концов, и сам король захотел посмотреть на нее. Он взял с собой министров и отправился в мастерскую, где трудились ткачи. Они работали, не покладая рук, сидя за пустым ткацким станком. А увидев короля, важно поклонились. Министры стали наперебой хвалить наряд. Что же это действительно нечто изумительное, не так ли? Да-да, чем ближе к концу работа, тем прекраснее выглядит платье. А посмотрите на крои. И эти цвета, ваше величество, что вы думаете? Король долго и тщательно всматривался в пустой ткацкий станок. И, конечно же, подумал, что все вокруг видят удивительную ткань. Что же это значит? Я ничего не вижу. Это невозможно. Я что, дурак? Или не подхожу на роль короля? Такие были мысли короля. Но слова его были совершенно другие. Ах, как чудесно! Как изысканно! Это самый великолепный наряд, какой я только видел! Министры тут же подхватили слова короля. Великолепно! Чарующе! Платье превосходно! Цвета изумительны! Чудесно! Мошенники предложили королю надеть новое платье на ближайший праздник. И королю не осталось ничего, кроме как принять предложение. Все королевство нетерпеливо ждало праздника, чтобы увидеть новое платье короля. Всех хвалили ткачей. Король вручил им медали за верную службу и звание тайных дворцовых ткачей. За день до церемонии ткачи трудились до самого рассвета. И все видели, как самоотверженно они работали, чтобы закончить к празднику новое платье короля. Утром король собрал самых доверенных лиц и отправился к ткачам. Ваше платье готово, Ваше Величество! Два мошенника сложили свои руки так, будто что-то показывают, и сказали «Вот панталоны, а вот камзол и накидка». Разумеется, никакого платья не существовало. Но король и его свита не могли сказать об этом вслух. «Ткань нежная, как паутинка. Платье вы на себе даже не почувствуете. Настолько оно легкое. В этом главное преимущество ткани». Ваше Величество, позвольте нам одеть вас. Не могли бы вы снять свой костюм? Король снял свой наряд, и мошенники начали якобы одевать его в новое платье. Конечно же, они притворялись. Наконец, один из мошенников накинул на короля плащ. Король стал крутиться вправо и влево перед зеркалом. Он покружился и посмотрел на своих слуг. Все начали аплодировать. Король еще раз взглянул на себя в зеркало. Ведь ему нужно было притвориться, что он восхищен увиденным. «Да, я думаю, действительно оно выглядит хорошо. Тогда я готов!» Слуги короля притворились, что взялись за подол его плаща. Но они не могли точно сказать, правильно ли это сделали, потому что никто из них ничего не видел. Люди на улице стали громко восхищаться тем, как красиво новое платье короля. Никто не смел сказать, что не видит на нем ничего. Потому что если бы они это сказали, они могли бы потерять работу или выставить себя дураками. Вдруг из толпы послышался громкий крик ребенка. «А король-то голый!» Король и его министры, солдаты и подданные на секунду застыли. «Смотрите, смотрите! Король голый!» Это были слова невинного маленького ребенка. Только он мог сказать правду в таких обстоятельствах. Тогда отец ребенка тоже выкрикнул. «Это правда! На короле ничего не надето! Он голый!» В конце концов, все набрались смелости и закричали. «Король голый!» «Король голый!» «Посмотрите, посмотрите! Король голый!» «Королю пришлось столкнуться с неприглядной действительностью. Но нельзя было показывать виду, что он был так легко обманут. Он шел с высоко поднятой головой, а его свита продолжала притворяться, что несет подол его плаща. Король продолжал ступать величаво, как будто ничего не происходило. А два ткача-мошенника к этому времени уже давно покинули земли самодовольного короля, забрав с собой все драгоценные камни и ткани, и, конечно же, золотые нити.